Чтобы в микроволновке довести до кипения воду в стакане, обязательно опускаю в нее металлическую чайную ложечку и так ставлю в печь. Сейчас обязательно кто-то напишет, что ай-яй-яй так нельзя. Но смотрите, такая наклейка есть на многих микроволновках. Стакан с водой нужно обязательно разогревать с ложкой, иначе можно обжечься. Напишите в комментариях, знали о таком? Привет, друзья! Это Кухня наизнанку. Подпишитесь, если еще не со мной. А я продолжаю. Чтобы легко достать кусочек скорлупы, который случайно попал в тарелку, смачиваю руки водой и достаю. Все. Ух ты, а я не знал. Ну, теперь знаешь. А как сварить треснувшие яйца, знаешь? А я вот знаю четыре способа. Белок не вытекает. Способы рабочие и много раз проверенные. Если трещина небольшая, использую самый простой способ. Им многие пользуются. В воду добавляю ложку соли, довожу до кипения и аккуратно опускаю яйца в кипяток. От соленой воды белок быстро сворачивается и не вытекает. Второй способ. Выкладываю яйца в пароварку трещиной вниз. Белок от пара запечатывается. И дальше можно опустить яйца в кастрюлю с водой и отварить обычным способом. Ну и в пароварке через 10-12 минут яйца тоже отлично сварятся. Если нет пароварки, можно использовать обычную сетку, сито или даже марлю. Точно так же выложить треснувшее яйцо трещиной вниз и подержать немного над паром. Затем сварить. Третий способ. Этим способом можно сварить яйцо даже с большой трещиной. Все очень просто. Яйцо заворачиваю в пищевую пленку. Можно также использовать полиэтиленовый пакет. Опускаю завернутые в пленку яйца в воду, довожу до кипения и варю яйца как обычно. Затем опускаю яйца в холодную воду, снимаю пленку и чищу. Никаких проблем. А еще можно запечь яйца в духовке. Выкладываю в холодную духовку и готовлю 20-25 минут. Хоть с трещиной, хоть без. Отлично все получается. А теперь рыба. Со вкусом рыбного шашлыка. Точно как на костре приготовленное. Но только не нужно выезжать на природу и разводить костер. Все очень быстро готовится в обычной духовке. Вначале лук. Нарезаю кольцами. Толщиной примерно 6-7 миллиметров. Лист пергамента смазываю маслом и выкладываю лук. Рыбу посыпаю специями. В составе специи обязательно должна быть копченая паприка. Можно взять даже просто копченую паприку и немного черного перца. Выкладываю рыбу на лук. Совсем слегка присаливаю. И ставлю в разогретую до 180 градусов в духовку примерно на 20 минут. С первых же минут аромат из духовки потрясающий. Готовую рыбу выкладываю на тарелку вместе с луком. Посыпаю лимонной солью. И можно пробовать. Как я готовлю лимонную соль, я уже показывала. Но чтобы вы долго не искали, в конце видео добавлю этот рецепт. Смотрите, какая красота! Аромат! Точно как шашлычок. Попробуйте. И кстати, не обязательно так готовить красную рыбу. Даже обычный минтай получается невероятно вкусным. Точно так же масло, лук и выкладываю кусочки рыбы. Так как минтай рыба не жирная, я ее предварительно мариную. Добавляю немного масла, соль, лучше лимонную, черный перец и обязательно копченую паприку. Перемешиваю и оставляю так минут на 15. Прямо как красная рыба! Да, красиво! Запекаю так же при 180 градусах 25-30 минут. Все. Тоже очень вкусно. А когда нет времени, я готовлю рыбу за 8 минут. Кусочки филе выкладываю в жаропрочную форму. Стеклянную или керамическую. Тут я тоже взяла минтай. Добавляю специи для рыбы и соль. Теперь немного лука. И натертую на крупной терке морковь. Я еще всегда добавляю кружочки помидоров. Наливаю примерно 20 миллилитров воды. Накрываю кастрюлю крышкой и ставлю в микроволновку на 7-8 минут. Мощность 800 ватт. Уже можно есть. Рыбка готова. Но я люблю еще немного сыра добавить и зелени. Ставлю еще секунд на 20-30 в микроволновку и вот теперь подаю. С сыром рыбка получается с приятным сливочным вкусом, как будто тушеное в молоке. Все, как я люблю. Просто, быстро и очень-очень вкусно. Мой старший сын очень любит крабовые салаты. Но вкусные крабовые палочки сейчас купить сложно, а мясо краба дорого. Поэтому я нашла замену. Минтай. Самый обычный минтай, но со вкусом крабового мяса. Здесь мне нужен огуречный рассол или можно взять маринад, неважно. Наливаю в кастрюлю, довожу до кипения и опускаю в закипевший рассол рыбу. Можно по вкусу досолить, если рассол или маринад не слишком соленый. Варю рыбу в рассоле 6-7 минут с момента закипания. Выглядит это не очень аппетитно, конечно. Но зато результат всем нравится. Неприятного запаха рыбы, кстати, во время приготовления совсем нет. Наоборот, пахнет вкусно. Через 6-7 минут достаю рыбу из рассола. Ее обязательно нужно полностью остудить. И все. Разбираю на кусочки и можно готовить салат. Вкусный крабовый салат. Попробуйте такую замену. Нам понравилось. Как измельчить вареные яйца за несколько секунд? Я это делаю с помощью картофеля мялки. Смотрите. Раз, два, все. Три секунды. Да, это намного быстрее, чем ножом нарезать. Перед праздниками очень экономит время. Это маленькая хитрость. Чтобы огурцы не потекли в салате, я использую еще одну хитрость. Огурец мою, обрезаю хвостики и разрезаю пополам. Затем вдоль. Теперь с помощью чайной ложки удаляю середину, ту, где семена. Просто хорошенько вычищаю. И все. Нарезаю огурец и добавляю в салат. Точно не потечет и выглядеть будет аппетитно. Конечно, огуречные внутренности я не выбрасываю. Добавляю их в другие блюда, например, в соусы и маринады. Можно заморозить и использовать чуть позже. Чтобы быстро и аккуратно достать торт из формы, использую обычный фен. Прогреваю по кругу и все. Ну и лимонная соль, как и обещала. Снимаю с лимона цедру и выжимаю сок. В небольшую керамическую форму для запекания насыпаю морскую соль, примерно 120 граммов. Отправляю сюда же подготовленную цедру и лимонный сок. Перемешиваю. Ставлю форму в духовку и при 190 градусах сушу примерно 20 минут. Пару раз за это время соль перемешиваю. Затем выкладываю соль на противень, распределяю, ставлю противень в еще горячую духовку и оставляю так до полного остывания духовки. Соль за это время должна полностью высохнуть. Вот что получается. Пересыпаю в чистую сухую баночку и храню в шкафу. Получается очень вкусная приправа к курице и к рыбным блюдам. Сенгу, например, я готовлю совсем без специй. И уже готовую посыпаю лимонной солью. Вкусно. Также можно добавлять такую соль в салаты и первое блюдо. Вкус получается намного интересней. Попробуйте приготовить. И не забудьте заглянуть на мой канал в следующее воскресенье. Ведь впереди еще много всего интересного.